Глава седьмая. Всё тайное становится явным. Несколько дней трудились Павли Сарайлия и Марка Кнежев, переписывая для себя обе рукописи, то есть повесть Йова Сарайлии и писание отца Калистрата. Мелешевский игумен так радовался обретению второй части рукописи, что не давал вынести её из гостиницы, но позволил переписать. Переписчики взяли себе копии, а оба оригинала соединили вместе и передали отцу-игумену на сохранение. В этом деле только доктор Сумрак не принимал никакого участия. Он не выходил из своей комнаты. В одну из ночей шёл страшный дождь с вечера до утра. Наутро нашли доктора мёртвым. Он лежал у могилы матери Кассианы. В его комнате обнаружили два письма. Одно на имя Павли Сарайлии, а другое на имя отца и игумена. Первое письмо гласило. «Дорогой Павли, друг мой, после двухлетней нашей дружбы нахожу необходимым открыть неизвестное тебе. Я и есть тот студент медицины, которого содержала горбатая Юлия. Я и есть тот мерзавец, который обманул её и убежал накануне назначенного дня венчания в монастыре Савина. Я негодяй, позже женился на одной злой женщине, которая меня обманывала, презирала и тиранила, а напоследок обокрала и выгнала. Это было первое наказание Божие, но более тяжким наказанием были угрызения совести. Гонимой имя я поселился в Сараево, когда Кассиана была уже монахиней, чтобы быть ближе к ней и спросить прощения у неё. Я всё исповедал отцу Калистрату, и после долгой эпитимии он разрешил меня от греха, когда узнал от Кассианы, что и она меня простила. Простил меня духовник, простила меня она, но сам себя я не простил, и не знаю, простил ли меня Бог. В моей глупой молодости я презирал её из-за уродливого тела, а в горькой старости обожал больше всех на свете. Я понял, что моя душа была безобразнее и горбатее её тела. Она стала для меня ангелом воплоти. Я не осмеливался дотронуться до неё, ни даже коснуться её одежды. Через неё блистало небо некой неземной светлостью. Благодаря ей познал я Бога, вернулся к вере и церкви православной. От неё я узнал, что плотская любовь не имеет ничего общего с истинной, духовной любовью. Когда мы выехали из Сараева, я почувствовал приближение смерти. Тогда напряг я все душевные силы, чтобы поддержать тело, пока не приедем мы в монастырь. Сердце моё тяжело билось все эти дни. Я не хотел умереть в своей комнате. В этот последний час я иду умирать на её могиле, хотя я этого и не достоин. Это всё. Прости меня, дорогой друг, и не допусти, чтобы твоя духовная радость в этом святом монастыре омрачилась хотя бы на один час из-за моей смерти. Через тебя завещаю я всё своё имение монастырю Милешего, этому монастырю святого Саввы и матери Кассианы. Оно для меня является прахом точно так же, как и тело моё. Прости и оставайся с Богом. Любящий тебя до смерти и после смерти твой друг Сумрак. Письмо Игумену гласило «Ваше боголюбие, дорогой Отче Игумене, прости и только прости. Не допусти, чтобы моё мерзкое тело было похоронено в монастырских стенах. Не достоин я этого. Тело привело меня ко греху в молодости, и грех этот отравил всю мою жизнь. Прикажи, чтобы меня похоронили неподалёку от монастырских стен, на краю реки Милешевки, когда разольётся река, пусть отнесёт она моё тело в Лим, а Лим — в Дрину, и всё дальше и дальше до моря. А ты помолись о моей грешной душе. Кланяюсь в ноги, целую твою святую руку и прошу о прощении. Грешный доктор Сумрак. Ещё не прошло всеобщее потрясение, и не стихли пересуды, как очередное удивительное событие случилось в монастыре. Народ ещё говорил о смерти доктора, когда внимание всех переключилось на одного молодого мусульманина из Берана. Впав в безумие, он бегал вокруг церкви с утра до вечера. Поначалу народ жалел его, но постепенно все к нему привыкли, и мало кто обращал на него внимание. Но однажды, когда духовник читал о нём псалтирь над гробом святого Саввы, юноша ещё раз пробежал вокруг церкви и вдруг внезапно остановился. «Где я?» — спросил он удивлённо. Он исцелился. Ум возвратился к нему. Плач радости его сродненько, прославлений святого Саввы и крики радости во всём народе явилась тайна Божия, тайна силы угодника Божиего, святого Саввы и всех святых Мелешевских. Павле Сарайле, да то ли удручённый неожиданной смертью друга Сумрака, одновременно исполнился удивлением от этого нового чуда, «Это воистинно чудо Божие!» — воскликнул он. «Господин мой, не удивляйтесь, — проговорил старик из Хисарджика, — это место полно небесного пламени. Мы сверху с Хисарджика часто видим по ночам, как пламя выходит из этих могил. И это ли не чудо? Тут бесчисленное количество мучеников, монахов, жен, девушек и детей, убитых османлисами, турками. Всё зло, которое существовало в царстве, вооружилось против Мелешева и святого Саввы. Здесь погибал невинный народ, который собирался в монастыре. Тут лежат и мусульмане, которые поплатились жизнью только за то, что оказались здесь во время нападений. Из могил пламя, господин. Пламя за пламенем. Мы когда-то смотрели с гор и думали, пожар в монастыре. Огромный столб огня поднимался от могилы отца Калистрата. Огромное пламя из могилы матери Кассианы. Дивное место это, господин. Слава Богу и святому Савве. Монахи с игуменом рассказывали, что каждый понедельник, а этот день, посвященный ангелам, из могилы Кассианы разливалось сильное, дивное благоухание, как будто запах курящего ладана. Этот запах, говорили, чувствуется далеко, по окрестным селам, а понедельник был днем ее смерти. И много других свидетельств от современников о Кассиане записал Павле, как она собирала сербских и турецких детей в монастырь, чтобы заботиться о них и учить, как прикосновением своих рук лечила больных, как на могиле поднималась на воздух, как перед ней церковные врата сами открывались. Мусульмане называли ее Нена, а христиане Сияна, ибо говорили, что ее лицо сияло. Природная красота ее лица усилилась от духовной красоты, и доброты ее души. Ни пост, ни труд, ни старость ничто не омрачило сияние ее лица. Наши паломники остались в Милешево до Вознесения, храмово праздника монастыря, ибо как король Стефан первовенчанный посвятил свою задужбину жичью Вознесению Господа, так и его сын, король Владислав, эту свою задужбину Милешева посвятил тому же празднику. А теперь шел уже второй год после освобождения гроба святого Саввы не только от турок, но и от еще больших сербских врагов, к сожалению, крещенных. И было великое торжество, как некогда во времена царства сербского, по просьбе сараевских гостей духовники отслужили парастас по всем отцам и братьям нашим, которые от Косово и до наших дней один за другим заплатили страшную цену за правую веру и драгоценную свободу, а после парастаса пропели «Великое словословие Богу». На третий день после праздника три открытых фиакра ехали вниз по реке Лим к Сараево, теперь с одиннадцатью путниками. Три дня говорили путники обо всем, что увидели своими глазами и ощутили сердцем в монастыре Мелешево и благополучно достигли Сараева, не окончив разговора.